Здравствуйте! В эфире программа «Путь» о православии и нашей жизни. В студии автор и ведущий – журналист Белла Засецкая. В крещении меня зовут Мария. Сегодня в нашей программе мы хотим вспомнить человека, которого нет с нами – епископа Архангельского и Холмогорского Тихона. В этом году, 20 октября, исполняется пять лет со дня упокоения владыки Тихона, отдавшего служению Архангельской земле долгие годы своей жизни. Почти 15 лет епископ Тихон возглавлял Архангельскую епархию. За эти годы владыка для многих из нас стал очень близким, родным человеком. Многим помог, утешил. Запомнился он своей бесконечной добротой, внимательным душевным отношением. Он старался наполнить любовью все, что делал, стремился своей жизнью исполнить главную евангельскую заповедь – о любви к Богу и ближнем. В этот период, в 90-е годы и 2000-е, происходили большие изменения. Общество, по сути, переживало второе рождение. Многим оклеились ранее неведанные духовные глубины. Захотелось узнать о своих православных корнях, восстановить церкви, монастыри, построить новые храмы, вернуть забытые христианские обычаи и традиции. Эти настроения так или иначе были связаны с деятельностью владыки Тихона, приехавшего к нам в 1996 году. Его 32-летнего, самого молодого тогда епископа в России, с большим воодушевлением встретили в Архангельске 14 февраля, в канун праздника Сретения. Сегодня в гостях у нашей программы человек, который в далеком уже 1996 году вместе с владыкой Тихоном, как его ближайший помощник, прибыл к нам в Архангельск. Здравствуйте, отец Валерий. Здравствуйте. Нашим телезрителям отец Валерий хорошо знаком. Он долгое время возглавлял пресс-службу Архангельской епархии, а сейчас на нашем телеканале ведет прямые трансляции праздничных богослужений. И все мы по достоинству оценили его замечательный комментарий и пояснение к службам. Сегодня, отец Валерий, нам бы хотелось поговорить о владыке Тихоне, вспомнить его добрым словом. Я знаю, что вы познакомились с владыкой еще в начале 90-х и знали его совсем молодого, в начале его монашеского пути. Вот как вы вспоминаете его в то время? Каким он был? Расскажите, пожалуйста. Действительно, это время было удивительным, уникальным. Время второго крещения Руси, как сейчас его называют, в 90-е годы, тогда, когда становилась только еще новая наша государственность, но одновременно шел процесс духовного возрождения. В то время очень важно было народу обрести священников, пастырей, духовных наставников, которые бы могли для них раскрыть в своем личном опыте святыни православия. Конечно, в те времена не так много было священников, но в Петрозаводске, где я, по милости Божией, родился, жил, был такой священник, отец Тихон Степанов, был он уже в должности тогда секретаря Петрозаводской епархии. И он обращал на себя внимание своим добродушием, простотой, отзывчивостью, умением пошутить, умением привлечь внимание к себе молодежи. И я в числе многих молодых людей оказался в числе его такой небольшой паствы. Стал и подяконом Владыки Мануэла, преснопочившего, затем пел в хоре, который так с улыбкой называли игуменским хором, потому что тогда будущий Владыка был игуменом. Путешествовали мы вместе с отцом Тихоном тогда по приходам Петрозаводской епархии, поддерживая духовенство и помогая развивать православные приходы. Это было удивительное время, время, когда действительно сердца наши только-только начинали гореть к вере. И Владыка был тем человеком, который смог найти, увидеть этот огонек, поддержать его. Ну вот насколько я знаю, вам довелось стать и свидетелем эпохального события, когда Владыка стал епископом. Расскажите, пожалуйста, об этом немножко. И мы посмотрим даже фотографии, вот сохранились с того времени. Да, так вот Господь судил, что я был в числе людей, приглашенных на хиротонию. Я был приглашен, поскольку направлялся в Архангельск по благословению будущего Владыки, чтобы помогать ему на первом этапе его архипастерского служения. И, конечно, это служение Владыке начиналось с хиротонии. Для меня это было абсолютно новое, неизведанное послушание для молодого человека, который только-только свое воцерковление завершил и продолжал, можно сказать, еще не имея образования духовного. Я вдруг погрузился в этот удивительный мир веры, удивительный мир церкви. И в момент хиротонии вот этот мир церкви, мир веры, мир благодати Божьей, традиций, святынь, особый мир, он как-то раскрылся для меня поразительными, удивительными красками. Я понял, что это тот мир, который действительно создал для нас Господь, чтобы мы могли вместе молиться, вместе служить Господу тем даром, которым кто призван. Именно на хиротонии прозвучали слова, которые врезались в мою память. Они были посвящены таким добродетелям христианским, как послушание церкви, как любовь к наставникам, как молитва за духовных чад. Вот именно такие слова, такие вот эпитеты приходят сейчас, вспоминают о событии. Так получилось, что день ангела, извините, день хиротонии владыки Тихона совпал с днем ангела, его духовного наставника, владыки Мануэла, в блаженной памяти, почившего недавно. Тоже в этом была определенная преемственность. И я это тогда сумел почувствовать. И этому на протяжении всех остальных лет своего служения нас учил владыка. Хранить преемственность традиций церкви духовно, преображать в этих традициях все новое, все, как бы мы сейчас сказали, инновационное, видеть в свете традиции, духа и силы церкви. Отец Валерий, и вот после этого события, хиротонии в Москве, вы прибыли вместе с ладыкой в Архангельск. Как вас встретили, как вам вспоминается этот период? Встреча была замечательной, очень радушной. Но, наверное, интересно, как мы только пребывали. Вот те мысли, те чувства, мы двигались поездом. Владыка совершил первую божественную литургию в архиерейском сане в Костроме, там, где он родился, где по домофорам Федоровской иконы Божией Матери он свое детство проводил и юность. Послужив в Костроме, через Москву отправились в Архангельск. Подъезжая, очень волновались, с особым духовным трепетом, что такое Архангельск. Кажется, это такая далекая, неизведанная, непознанная земля, где холодно, где много снега, край миссионерства. И вот когда вышли на перрон, земля эта не показалась такой суровой, а очень довольно-таки теплой, отзывчивой. Духовенство представители власти с цветами встретили владыку. И владыка тогда по-особому как-то изменился. Я увидел в отце Тихоне, владыку Тихона, такой штрих буквально, когда на хиротонии, который произошел, когда уже святейший патриарх Алексий вручил архипастерский жезл, совершена была и хиротония. В этот момент нужно было владыке возвращаться в алтарь. Я подхожу к владыке и еще со словами по привычке говорю, «Отец Тихон, жезл, отец Тихон, жезл, он в царских ротах мне отдает, потому что может жезлом войти только в патриарх, в алтарь собора». Вот тогда был отец Тихон, я еще не мог несколько перестроиться. Но вот здесь, выйдя из купе поезда на платформу Архангельская, я понял, что увидел, что это действительно владыка Тихон. Он был молод, он был нов, он был ярок для Архангельской земли, но с удивительным благоговением к традициям и святыням Русского Севера он ступил на эту благодатную землю. Ему предстояло очень многое сделать, было очень много планов. Да, совершенно верно. Владыка изучал и историю нашего края, и историю Архангельской, приходов и святыни, сокрушался о том, что много святынь утрачено. Даже сам облик Архангельска изменился. Монастыри нуждались в колоссальных средствах для того, чтобы возродить монашескую жизнь, даже просто свой облик, не говоря уже о жизни священников и духовенства. Прибыв на место своего несения послушания в епархиальное управление, владыка увидел, что это всего два небольших скромных деревянных дома, некогда купленных церковью у частных лиц. И здесь владыка должен был совершить свое служение. Это все было новое, но не было ни уныния, не было никакого-то разочарования. Что вы? Тогда было совсем другое время. Время не требования, не ожидания, а время готовности творить, созидать, служить, жертвовать собой ради Господа. А сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент записи программы, которая была сделана в 2001 году с участием Владыки Тихона. И он рассказывает о выборе своего жизненного пути. Родился я в Костроме, в старинном русском городе. И родители служили на разных приходах. Их довольно часто моего отца переводили с прихода на приход в различных глубинках Костромской области. И в малых деревнях служили, и в селах, и в городах. Поэтому я до 7-летнего возраста жил с родителями в деревне. А потом уже, когда пошел в школу, то семья переехала в город, в Кострому. И отец служил на разных приходах. Мне довольно часто задают этот вопрос, как я стал на путь священнослужения. Когда это пробудилось у меня желание. И я всегда говорю то, что мне рассказывали родители. Они сказали, что где-то года в три я уже сказал, объявил им о том, что буду батюшкой. Я, конечно, не помню этого момента, но я помню то, сколько себя сознательно помню. Я все время думал о том, что буду батюшкой. Решение о поступлении в семинарии, оно как бы не подвергалось сомнениям. Это было ясно. Как я уже сказал, еще с детства и с отрочества я просто мечтал учиться в семинарии. Именно в Ленинградской по стопам своего отца пойти. Я ездил туда, будучи школьником. Когда зять обучался в семинарии, то мы бывали там. Я жил в общежитии так нелегально и знал быт, семинарской жизни, уклад. И, конечно, хотелось там поучиться. Но, как в то время полагалось всем молодым людям, конечно же, нужно было пройти армию. Поэтому после техникума я пошел в армию. Там суждено было учиться в особые годы. Мы поступали еще до Горбачева, а во время учебы началась перестройка. Пришел Михаил Сергеевич. И мы были первыми, может быть, из церковных людей, которые вышли за пределы стен духовных школ. И он, приезжая пять лет тому назад, вступая на Архангельскую землю, конечно же, испытывал особое волнение. Потому что первая кафедра, первая епархия – это особое и душевное состояние. Мудрые наши архипастыри, когда один из архипастырей, которых служил здесь, Владыка Исидар, ныне Краснодарский архиепископ, позвонил мне, когда я только прибыл в Архангельск и сказал, вот как говорили в старину, береги свою первую епархию как невесту. Поэтому я очень запомнил эти слова и очень было трепетно и волнительно, конечно же, вступать в должность высокую, ответственную. То есть нести ответственность перед Богом за всех жителей области, за их духовное состояние. Это, конечно же, очень серьезно и налагает большую ответственность. Отец Валерий, мне кажется, что все мы, люди, которые были близки к Владыке, ощущали вот это трепетное любовное отношение ко всем нам. Но вам довелось видеть Владыку и в другом качестве, как человека, облеченного властью свыше, как архиерея. Вот какие качества вы для себя отмечали тогда? Вы знаете, непросто об этом сказать, поскольку, Владыка, власть архиерейская проявлялась в событиях, в обстоятельствах. Ее, эту власть являл Господь. Владыка, совершая свое служение, был очень прост, доступен, открыт, но одновременно очень вынимателен к людям, требователен к себе в отношении к людям и к своим помощникам, и ко всем нам. Вот его архипастерское служение ведь совершалось и в освящении храмов, в рукоположении новых священников, духовенства. И очень много приходилось слышать о чудесах, которые являлись в тот или иной момент. Например, вот один из таких случаев, когда нужно было по благословению Владыки наречь имя одному храму. Батюшка обратился к Владыке с просьбой, с прошением определить небесного покровителя храма, который ново построен. Владыка, размыслив, помоляясь Господу, увидел, что у него на столе лежит принесенная святынька от святого преподобного Илариона Псково-Изерского и определил, так и быть сему, храм в честь этого преподобного да будет наречен. Когда об этом сообщили священнику, он это принял, благословение, решил, что действительно этот храм будет совершен в тот день, спросил у Владыки некоторые уточняющие моменты, когда посмотрел за этим священием в календарь и увидел, что этот день, день освящения, совпадает с днем памяти этого святого. То есть вот эта сила Божия, она являлась через простые житейские такие обстоятельства, моменты. Владыка помогал ведь тогда, когда и приглашал людей на молитву, даже людям нерусским, даже людям, которые еще только тянутся к церкви. Решать сложнейшие житейские обстоятельства помогала его молитва. И повторюсь, власть Владыки проявлялась в тем, что Господь находил через него возможность открываться людям. Я вспоминаю руководителей, которые поражались талантом у Владыки и памяти, которая позволяла ему запоминать имена, отчества, имена детей, жен. И Владыка, раз посетив приход, мог приехать повторно и помнил, как кого зовут, абсолютно не пользуясь какими-то записями. И люди это очень оценивали и воспринимали действительно как глаз Божий к ним, вызывающих их к церковному единству. Вспоминая Владыку Тихона, нельзя обойти молчанием дело его жизни, строительство Михаила Архангельского кафедрального собора. Это начинание долгие годы продвигалось с огромным трудом из-за нестроений в отношениях с прежними нашими губернаторами. Недавно я разговаривала об этом с экс-главой областного собрания депутатов Виталием Сергеевичем Фартыгиным, очень близко знавшим Владыку Тихона. И он сказал, я процитирую, «Мы много говорили о строительстве собора. Он жил этим, очень хотел, чтобы в Архангельске был красивый кафедральный собор. По сути, сейчас собор строится благодаря ему», — говорил Виталий Сергеевич. «Все Владыка делал для того, чтобы построить собор. И как жаль, что ему не удалось увидеть блестящие купола, которые сегодня видны из разных точек Архангельска. Но тихой, настойчивой работой он положил начало. Это ему трудно далось. Владыка Тихон использовал любые возможности, чтобы решить многочисленные вопросы, зачастую жертвуя своим здоровьем. Все мы должны быть благодарны ему за это». Вот таково мнение человека изнутри из нашего проблемы со строительством собора. Дело продвигалось медленно и трудно. Но если говорить о развитии нашей епархии в эти годы, то здесь картина была совершенно другой. И вот, отец Валерий, вы как свидетель того, как менялась наша епархия. Расскажите, пожалуйста, что происходило? Вы знаете, как мне припоминается первое, что делал Владыка, это попытался вдохновить на настоящее миссионерское служение, то духовенство, которое тогда жило в Архангельской епархии. А его ведь было совсем ничего. По статистике, которую я припоминаю, то порядка 60, нет, извиняюсь, 40 священнослужителей, священников и диаконов. И на этих людях лежала огромная миссия просвещения светом Христовой истины людей, наших северян, некогда отвернувшихся от своих исторических ценностей, традиций. Владыка обращался к духовенству, укрепляя, поддерживая его, вселяя в них отеческую любовь и заботу. Они чувствовали, что этот сыновья, даже для многих годившийся архипастырь, действительно был им отцом. Владыка много вложил в то духовенство, которое было в Архангельской епархии. И вспоминая, сколько стало священников за его небольшой срок служения в епархии, если сравнить 96-й год и 2010-й год, если не ошибаюсь, в 2,5, если не в 3 раза увеличилось число священников и храмов. А что такое храм? Храм — это всегда община, храм — это всегда люди, это благотворители, это и власть придержащая. С каким воодушевлением относились люди, облеченные властью и правоохранительной структуры, и представители законодательной власти на местах относились к тому, как Владыка с ними спокойно, добродушно общался, как они радовались потом приглашению Владыки посетить его дом, его скромный дом на Учительской, чтобы там поговорить по душам, спокойно помолиться Богу. Все это давало людям удивительную силу быть твердыми в своем убеждении, в вере, не сломаться в каких-то житейских обстоятельствах. Но оскольким Владыка помог, это уже знает больше, чем я могу представить этих людей. Поэтому епархия жила сердце Владыки. Для Владыки епархия — это, конечно, были не столько стены, сколько души людей. Он всегда об этом говорил. Строить храм в душе, в своей собственной церкви. Для него именно церковь в людях, тело Христово, которое раскрывается именно в сердцах человеческих. Мне кажется, стоит еще отметить то, какие усилия предпринимал Владыка, чтобы охватить своим вниманием всю нашу в то время очень большую, обширную епархию. То есть в то время она же была гораздо больше, и это новая земля, южные пределы, сколько было поездок. Да, вы знаете, припоминается сравнение Владыки с первым архипастырем, холмогорским Иважским Афанасием. Владыка говорил, что Владыка уезжал на год в путешествии по епархии. Владыке часто первый, особенно год. Месяцами ведь Владыка посещал с одного прихода на другой. Я помню тогда, как и подиакон, только еще совсем молодой человек, пользовался видеокамерой, которую Владыке подарили для фиксации всех событий. Я, вы знаете, потом, после того, когда просматривал эти записи, удивлялся, сколько часов записи было на этих кассетах. Были силы, был интерес, и было действительно очень много, что можно было снимать. И то действительно, вот Орвение, миссионерство по-настоящему, и крестный ход по Северной Двине, вспомните, и крестные ходы в Архангельске, и возрождение храмов, восстановление святынь, День Архангела Михаила, все это говорило о таком внутреннем духовном возрождении, и люди тянулись к этому. И Владыка был на тот момент тем, кто помогал людям найти дорогу к Богу. До самого последнего дня Владыка заботился о веренной ему епархии. В середине октября 2010 года он находился в многодневной командировке по Котловскому району. И вот после своего возвращения в Архангельск в ночь на 20 октября случилось то, что всех потрясло до глубины души. Отец Валерий, но ведь и в этом промысел Божий. Безусловно, ведь без Господа ничего в жизни нашей не совершается, а тем более в церкви, тем более в судьбе архипастыря, священнослужителя. Да, вот последние минуты жизни Владыки, они были связаны с праздником Сретения Господня. Именно того праздника, в который, буквально в канун которого Владыка прибыл в епархию. Владыка оказался приставившимся ко Господу у большой иконы, у храмовой иконы Сретения Господня, которая, ну, совершенно по случайности была найдена в резнице дома на Учительской, поставлена в одно из центральных мест дома. Владыка, посмотрев на нее, загодя до своей кончины, удивился этому образу, очень смотрел глубоко, вдумчиво в нее и сказал, чтобы ее не убирали. Она осталась на этом центральном месте стоять. И кто бы мог себе представить, что Господь призовет его в селение небесное именно здесь, у этой иконы Сретения Господня? Дорогие телезрители, сегодня мы вспоминали человека, который собственным примером многих из нас учил любить, благодарить, радоваться, быть другом, братом, засвидетельствовал всей своей жизнью любовь ко Христу и заповедовал ее нам. Я благодарю отца Валерия за участие в нашей программе. А в ее завершение прозвучат добрые слова митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. 20 октября исполняется пять лет со дня кончины, со дня перехода, а можно сказать, со дня дня рождения Владыки Тихона. Это новое рождение, третье рождение у каждого человека является самым главным рождением, рождением в жизнь вечную. И каждый человек, который живет на земле, он оставляет след. У духовных людей след более светлый, более обширный. И Владыка оставил вот этот след не просто светлый, еще и благоухающий. У каждого человека свой талант. И Владыка всегда отличался своей простотой, своей добротой и своей открытостью. Помимо этого, многие таланты были у Владыки, но не все эти таланты мы видим, первое. А второе, не все реализованы. Но Господь всегда забирает человека в самое лучшее время. Ведь Господь забирает с этой земли людей поспелых. Это вот как садовник, который видит степень созревания того или иного плода. И вот этот плод созрел для вечности. И наше дело, даже я бы сказал более, наша обязанность – это глубоко и сердечно молиться за Владыку. Потому что Он именно этой земле отдал лучшие свои годы, лучшие свои силы. И отдал самое главное – это свое сердце. Он любил эту землю. Любил наш народ, наши приходы. И старался служить от всего сердца, от всей души, от всего помышления. И я хотел бы вот этими словами еще и еще раз призвать всех к нашей единой такой общественной молитве за вот этого замечательного человека, который был украшением нашей земли и нашей епархии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok